я предлагаю начать с ильи следующий круг и в ту сторону погнали я попытался сейчас подобрать может анекдот уйти от темы гениталии и так далее но у меня все подряд одни и те же бежит заяц по лесу врезается сзади в лося вскакивает смотрит изумительно а бегает смотри спереди удивительно обратно изумительно обратно удивительно так вот несколько раз пять там шесть по кругу лошадь не выдерживает косой задрал чете надо да с таким хуй такими яйцами такие рога наставили спасибо а в эту сторону идем секунду а представься девяностые девяностые женщина возвращается домой поздно вечер беременная значит сумкой возвращается вдруг джип подлетает заворачивает что-то переворачивается дикая перестрелка менты короче попадает женщину естественно пулями какими-то ее как-то на скорой везут в больницу потом она очухивается что со мной что с вами понимаете попали в перестрелку там но все в порядке мы спасли у вас двойня все хорошо мы спасли детей спасли вас так что все хорошо будете жить долго и счастливо только единственное что как бы ну вот пули остались там где-то вас или в детях где-то короче так проходит время там лет 15-16 значит мама там что-то себе готовит на кухню вдруг врывается дочь заплаканная вся значит волос на себя мама что-то страшное мама страшное что-то произошло я пошла в туалет как обычно и из меня из меня вышел какой-то кусок металла я умираю мама что-то случилось дочи не волнуйся я все по я уже совсем забыл я хотела давно рассказать ты знаешь была такая ситуация что перестрелки так далее ну попали пульки вот видишь пулька вышла все хорошо значит дальше будем жить и все будет хорошо а крик из другой комнаты что такое сын врывается тоже в рвет на себе волосы седой практически мама страшная мама ужас что случилось ты тоже писала выписал пульку нет мама я дорогой застрелил бабушку так пугаете вы меня своим опытом андрюха давай я дам но после нюхать писью конечно должно следующий этап сейчас я реабилитирую короче анекдот про высокое искусство сидит гениальный композитор дома пандемия жрать нечего заказов нет и вдруг звонит ему друг режиссер и говорит слушай я тут на коленке буквально вот так вот с помощью также друзей знакомых сделал краткометражку да 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 говорит выручай мне на титры нужна музыка он говорит да да с удовольствием работы нет сижу мозга мозги пухнут о чем фильм он говорит да неважно о чем фильм он говорит ну дай мне финальный кадр он говорит на финальный кадр представь себе камера уезжает на дерево с дерева красиво падает листик на траву понял понял три дня три ночи не спит пишет гениальную космическую просто музыку циммер отдыхает дописывает сдает материал приглашают на премьеру он приходит динозал никого нет и только наверху на галерке сидит такая седенькая чета муж и жена лет по 70 он думает но искусство не в чести садится свет гаснет набирается кадр поляна дерево на поляну выходит мужик выходит девушка раздеваются начиная трава потом куча людей выходит на эту поляну все начинают огромное количество людей сетра а потом вдруг выходит такой в кадр огромный дог собака такая и все трогают этого дога а потом бог всех и потом камера уезжает на дерево листик вот так вот падает и звучит космическая музыка по красоте на титрах набирается свет седой композитор вспоминать что там еще какая-то пара же сидела наверху так поворачивается а там охреневшие такие сидят и он как-то чтобы сгладить все эту ситуацию будет музыка моя они говорят ага а собачка наш отлично нет сил аплодировать надеюсь будут силы чувства юмора рассказать ну не знаю не знаю девушка беременная девушка приходит гинекологом а гинеколог старый профессор еврейский профессор я осматриваю девушку там все посмотрел обратно все закрыл так внимательно посмотрел на девушку говорит вы знаете ваш плод расположен неправильно ваш плод неправильно повернут и что же мне делать ну начнем с того вы еврейка да еврейка и отец ребенка тоже еврей да еврей так и чего вы беспокоитесь ваш ребенок выкрутиться мне такие анекдоты нравится вот здесь как раз игра слов и сейчас каламбур отнесать каламбур карапуля и а я не год новокруля давай округа а молодая пара 7 лет вместе уже три года пытаются завести детей ни черта у них не получается прошли уже всех кого можно и нельзя через врачей прошли врачи разводят ругами не знаю все у вас в порядке со здоровьем все в порядке все вроде они к астрологам астрологи по совместимости в идеальная пара луна меркурий они все вот они прям вас совокупляться должны все равно не знаю почему вас так они через шаманов прошли он их окуривал в бубен бил там и значит на последней инстанции храм надо идти к батюшке приходит батюшки вот так и так так и через всех прошли честно ну слабо верили сейчас только у на вас упала им помоги пожалуйста помоги чё делать-то он их посмотрел такой говорит геннадий николай они упошли на церкви пока я поеду садись то ли давай рассказывать короче два друга откровенный разговор выпивает он говорит помнишь тебя тогда с работы уволили помню это я капнул продолжает опомнишь себя в тюрьму посадили и там вот и комментарий тайного свидетеля был на тебя говорит помню так это я капнул а помнишь сына у тебя 7 лет назад родился так это я как внимание кто танцует под сердечку трезвый боулинге схватили за голову тремя пальцами и бросили в кегли это все я то есть сделал скворечник из гитары и забыл снять струны кто делает повторную флюорографию потому что моргнул и мы начинаем голосовать и начинаем голосовать целью он начинал рассказывать эти анекдоты веселые или нет я все запомнил меня удивил один человек вот сложный выбор а что тут выбирать то все понятно антон и про батюшку и про анекдоты вот сюда давай клади поехали семён уже я да саша счастью не играет уже вспомнить пусть будет лёша смысле пусть будет лёша не помню анекдоты я не помню анекдоты лёша я не буду напоминать это не дело это хорошо тогда лёша лёша давай лёша пожалуйста лёша выкрутится у него я несли антон так пока он не слышит антон голосуй не голосуй я сам лично вручу человек против меня это потом за кадром ну здесь выбор очевидно антон хорошо держался и так друзья надо было на ладе калини приезжать внимание конечно же жаба дело такое возьмите в пикнике грим угольный газовый электрический магический с друзьями возле дома на даче в пикник и прямо сейчас мы начинаем круг давайте в эту сторону с семёна прекрасно выбрали прекрасно прекрасный выбор да многодетная мать выдает трёх дочерей замуж уже состоялась свадьба они собираются идти на первую брачную ночь соответственно и она им говорит девочки идите все сюда девочки подходят они говорят значит так я должна быть уверена не только в вас но и в ваших избранниках поэтому давайте так вот сколько они раз за ночь вас столько раз вы со мной просто чтоб не палиться завтра с утра поздоровайтесь вот впуститесь и столько раз сколько они вас со мной как и все проходит ночь мать значит сидит ждет вся нервничает за кого все таки отдала замуж это же всю жизнь жить будет мучиться как она значит нервничает спускается первая старшая дочь такая не очень довольная такая здравствуйте мама такая ну все понятно ну все понятно значит будет как я бог с ним есть еще две хорошо спускается вторая Привет привет немножечко навеселее хорошо ладно ждут третью и нет, и нет и нет, и нет уже к обеду делаю всё нет, и нет, и нет Вываливается заспанная волоса, естественно, вот так вот все вываливаются. Молча подходит к столу, наливает себе стакан водки. А, мама. Значит, привет, 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 привет. А, и в жопу два привета. Да, да. Ты это добродушный человек. Хорошо, поехали дальше. Андрюшка. А, я следующий, да. Муж с женой поссорились накануне вечером. Утром собираются к тёще на юбилей. И муж ходит такой злой по квартире и говорит, так, ладно, давай твоей маме столько денег подарим, сколько элит исполняется. Она говорит, ой, ой, а мы прямо 70 тысяч подарим. Он говорит, а ей, блядь, 70 тысяч исполняется, да? Засранцы! Я сейчас вижу лицо зрителя, который смотрит это на ютубке. Они конченые, блядь. Ну что, Алексей Владимиров, как ты думаешь, справедливо ли, что ты вот дошел до этого круга? Удивись! Это не анекдот, вы знаете, да, что Толя уже давно метит на Оскар, и именно поэтому он выбирает, ну, вы знаете, чтобы получить Оскар, надо, чтобы у тебя снимались, там, сирые, убогие, там, старые, меньшинство. Иди, Каприо, а что ты на меньшинство? Ну, поэтому он не только меня позвал. Ну, да. Ну, хорошо, ладно. Анекдот можем, да? Давай, метит. Хорошо. То есть ты дальше сейчас обосрал, да? Нет, 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 это я объяснил, почему он меня позвал. Да давай! Кавказский аул в советское время, колхоз стало быть, и председатель колхоза собирает колхозников в Дом культуры на собрание. Дорогие товарищи колхозники, нам на колхоз выделили два самосвала-кирпича. Один я собираю себе, потому что я председатель, мне надо дом строить, мне надо гостей из района где-то встречать. А второй самосвал я отдаю кому? Ну, своему сыну Гиви, потому что он молодой, ему дом надо строить, девочек туда водить, все понимают, да? Кто-то против? Нет, нет, никто не против. Все за? Да, все за. Гиви что-то хочет сказать? Нет. Через неделю собирает по второму кругу. Дорогие товарищи колхозники, нам на село выделили две автомашины «Волга» на вещи модели. Одну машину я забираю себе, потому что я председатель, мне в район надо ездить, мне нужно отчеты возить. Вторую машину я отдаю своему сыну Гиви, потому что он молодой, ему нужно телочек возить, ему нужно личную жизнь устраивать. Все за? Да, да, все за. Кто-то против? Нет, нет, никто не против. Гиви что-то хочет сказать? Нет. По третьему кругу пошли. Дорогие товарищи колхозники, нам на район выделили два автоцистерна с бензином. Один автоцистерн я забираю себе, потому что мне «Волгу» надо заправлять, чтобы ездить в район, чтобы возить отчеты. Вторую цистерну отдаю кому? Своему сыну Гиви, потому что он молодой, ему надо телочек возить и так далее. Все за? Да, да, все за. Кто-то против? Нет, никто не против. Гиви что-то хочет сказать? Молодец, хуй. Ну что, друзья, когда так рассказывают, то можно и не рассказывать, да? Все, давай, поехали. Парк часов 11, уже смеркается, темно. Мужик идет по парку с работы, никого не трогает. Тут крики. Вы ебан. Тот по сторонам смотрит, говорит, да ну на ебан, шаг-то ускоряет. Тут еще прям ближе. Вы ебан. Тот начинает уже придерживать, прям ускоряется, уже набег переходит. Бежит, 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 бежит. Прям очень близко, третий раз. Вы ебан. Тот смотрит, колодец открытый, туда прыгает, там два нерусских сидит. Он говорит, мужики, не поверите, иду по парку и кричат прям вы ебан. Он говорит, нет, мужик, здесь ебан, там загоняют. Ну что, давай продолжи колодезную тему. Да ладно колодезную, вечернюю продолжим тему. Парень и девушка знакомятся в клубе, на дискотеке, все нормально. Он ей говорит, пойдем, на улицу выйдем, кое-что покажу. Выходит, он так по сторонам озирается, все нормально, окей. Штаны спускает, член берет ей в руку. Ну как, большой, девка в шоке, как в маньяке, бежит, орет, платье в клочья, ветки по лицу, все, сопли, слюни, все, орет, лишь бы добежать до дому, добегает, судорожно, ключ в дверь, пытается судить, бах, рука сзади на плечо, она поворачивается, там этот пацан, глаза вот такие, пишет, пусти. Ну так вот. Да, в колодце было не так уж и плохо, как я понял. Че у нас? Кина не будет. Кина не будет. Приятно, что после троих анекдотов съемка. Лучшая марка грилей в мире – Вебер. Выбираешь гриль – выбирай Вебер. Пикник – крупнейший дилер грилей Вебер на Урале. Поехали, мы голосуем. Итак, голосовать мы начинаем с Семена. Ты же начинал рассказывать? Да. Поехали. Семен, напоминаю, что сегодня у нас осталось… А у нас остался… Андрей Анашкин. Еее. Алексей Владимиров. Виталий Ботов. И Илья Абухов. Кому ты отдашь свой голос? Андрей. Андрей Анашкин. Правильно, надо запоминать анекдоты. Согласен. Ну, наконец-то… Так, ну, ладно. Мне было жалко этого парня, которому все растянули просто. Илюха, это тебе. растянули даем это больно но справедливо я считаю правильно растянуть письку конечно тонешь сам топи других лёш тебя и так здесь не любят но давай я прямо замечаю как меня не любят дотянули до экватора это казалось бы был хороший шанс выкинуть андрюху но мне не понравился и люк твой анекдот поэтому дайте илюше вторую синь 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 голубизну я бы сказал отлично я считаю что про тещу анекдот не удался чего бывает так андрей анашкин правильно твой голос да хорошо друзья мы вот этот человек подкнулся так незаслуженно как все думают и я также думаю победивший прошлый игре который можно посмотреть вот здесь вот андрей анашкин выбывает спасибо андрюх спасибо у нас осталось 4 человека и давайте начнем ну наверно с алексея владимирова ты не против когда я был за давай хорошо встречаются два еврея и один другом говорит слушай сема я так и слышал ты стал читать антисемитскую литературу да и что почему ты же еврей тебе таки не идет некошерно слушай я почитал нашу евгарийскую литературу там же что резали убивали мучили холокост устраивали ну слушайте сплошной депресняк я почитал антисемитскую литературу и там что мы правим миром и назначаем людей на важные посты мы просто держим мир в ежовых рукавицах сплошной позитив мне нравится вот так вот но на остров после кораблекрушения попадает американец попадает немец и попадает грузин не еврей очень важно значит попадает туда и встречают амазонки вот это вот все значит так нам нужны ваши рабочие руки но не нужны ваши соответственно не рабочие вот эти вот поэтому мы вас кастрируем забирают американца дикий крик вопли кастрировали забирают немца дикий крик вопли кастрировали приходят за грузинку подожди что ты будешь меня кастрировать да да мы всех кастрируем подожди я хочу знать как это будет мне строя хочу знать последняя воля моего я хочу знать как это будет все очень просто мы кастрируем тем инструментом по какой профессии человек работал там на гражданке Вот у нас был немец, он хирург, мы его, естественно, скальпелем, был ковбой, этот американец, мы ему, естественно, отстрелили. Девочка моя, не померь сейчас, всю жизнь мороженое продавал, за*** слизывается. Первый вкус, да? Как же я с тещей-то промахнулся. Здесь интеграцию никак не вместить, да, первый вкус? Говорит, вместили, поехали, все хуже и хуже осмотрю. Журналист берет интервью у Софи Лорен. Все, закончил интервью, он говорит, София, можно, говорит, вопрос вот вне интервью? Так, чисто вот ради интересного, говорит, да, пожалуйста, спрашивайте, откуда у вас столько машин? Говорит, да все просто, я их в спорах выигрываю с такими журналистами, как вы. Опа, а это как? На что спорите? Да, говорит, спорим, что они не смогут сделать то, что сделает мой трехлетний сын. Говорит, такой стоит, типа, да ладно, говорит, да, могу и с вами поспорить. Стоит, смывает, задумывает, блин, да мне 30 лет, что может сделать трехлетка, чего не могу сделать я? А давай спорить. Ну все, значит, начинает спор, она зовет сына, говорит, Альфредик, обними маму и поцелуй в губки. Сын делает, журналист такой, да легко, то же самое повторяет. Альфредик, снимись мамы лифчик, поцелуй сосочек. Сын делает. Мужик тоже, говорит, такой стоит уже, да какой легкий спорт, он стоит, разгоряченный, что дальше, что дальше? Альфредик, согни пищу пополам. Ну вот так вот. Сложно. Писечный раунд. Я? Я-я. Я-я, короче, я первый, кто сделает анекдот миниатюру, мне нужно место, можно же встать, да? Я вам сказал, это мне, окей. Всем видно, да? Трасса, стоит проститутка, работает. Помощь нужна, нет? Нет, нет. Да не, она одна работает. Она одна. Без кирыж. Подъезжает мужик, говорит, работайте, конечно, работаю. Типа, сколько стоишь? 500 рублей. Говорит, типа, прям, все делаешь, все делаю. А что так дешево? Ну, я сейчас все объясню, блядь. Примерзла. Друзья мои, мы начинаем голосовать. Кто на 1 апреля нагадил себе под дверь, позвонил и убежал, а потом вернулся и расплакался? Кому родители разрешили гулять допоздна, а сами переехали? Чей генетический код, как у подъезда? 075. Кто съел историю болезней, чтобы пойти в армию? Друзья мои, мы начинаем голосовать с Алексея Владимирова и вот в ту сторону. Да, сложный выбор между Семеном и Ильей. За Анашкина. Голосую за Анашкина, но сложный выбор между Семеном и Ильей. Один слезнул, другой согнул. Вот здесь как я соборишься. Осознули опыты. Спасибо. Что больше в душе лежит? Слушайте, оба артистичны, оба великолепно подготовлены. Блин, можно я Семена попрошу уйти? Итак, голос к Семену Семенову. Согласен абсолютно. Кроме какой оказывается вообще. Семен Семенов, один голос. Так, дальше. Семен. Я, да? Ну, Алла Верды. Алла Верды. Аминь. Обместительный Семка. Давай. Такое, да. Ну, что, все правильно, я бы тоже так сделала. Илюшка. Не согнешь свою писюшку. Ну, есть точно человек, против которого я голосовать не буду. Это я, понятно. Это ты тоже, да, в том числе. Леша. За Лешу. Согласен. Хороший выбор. Здесь ничего не куплено. Отлично. Интрига. Правильно. Семен. Вот. Ага. Сейчас он докажет. Смотрите. Пусть папа решает. Я решаю. Без дополнительных выстрелов вылетает Семен. Отлично. Ух ты. Покупаешь гриль, покупай в пикнике. Адрес Академика Сахарова, 11, на Тополиной аллее. Нас осталось, ребята, раз, два, три человека. Сейчас вы рассказываете круг, начиная опять с Виталия. Может, и в обратный круг, чтобы было интереснее, да, то есть Виталия, Леша и Илюха. Рассказывайте, потом остаются два человека. Погнали. Расскажу любимый анекдот моего отца. Что-то грустно как-то. Сейчас же повеселеет. Подходит сын к отцу, говорит, пап, что он вот мне делать, в армию пойти или жениться? Батя подумал, говорит, если женишься, считай пропало, если в армию пойдешь, то у тебя два путя. Тебя либо убьют, либо ты вернешься. Если вернешься, считай пропало, если убьют, то у тебя два путя. Похоронят тебя либо под березой, либо под осинкой Если под осинкой, считай, пропал Если под березой, у тебя два путя Сделают из тебя карандаши или бумагу Если карандаши, считай, пропал Если бумагу, то у тебя есть два путя Сделают бумагу либо пищу, либо туалетную Если пищу, считай, пропал Если туалетную, у тебя два путя Положат тебя либо в мужской туалет, либо в женский Если в мужской, то считай, пропал Если в женский, то у тебя два путя Подтирать тобой будут Либо спереду, либо сзаду Если сзаду, то считай, пропал Если спереду, считай, женился Нормально, поехали, Леша Еще бы запомните Ладно, бар в Прибалтике В Таллине конкретно Заходит в бар русский турист Заказывает Кружку пива Бармен ему говорит Наливает и говорит 7 евро 7 евро Русский кладет на стол 6 евро и потягивает Себе свое пиво Бармен в недоумении повторяет It costs 7 евро Русский не реагирует, просто так похлапывает По своей пачке денег, типа 6 евро Все хорошо Бармен переходит на русский и говорит Это стоит 7 евро, не 6 Русский ставит стакан Я знал, что за 1 евро ты вспомнишь таки русский язык Ну хорошо Отлично Ну и Тяжелый выбор Ладно, погнали Представляем картину Красивый белый мерседес Там красивый накачанный человек Едет, видно, что обеспеченный Все хорошо в жизни Стоит на перекрестке И тут бац Резко дверь открывается Прыгает бомж в салон И орет Мужик, довези пару кварталов Не могу идти Говорит, ты что? Ты же ободранец Ты что? Салон Все Веди нахрен сюда Мужик Тихо Я тебе 3000 баксов дам Он такой думает Слушай, ну 3000 баксов Химчистка, что там На полтинник уйдет Нормально, ладно, поехали Еду, значит Бомж уже такой Расслабился Хорошо О, говорит, мини-бар Открывает Достает бутылку вискаря Начинает пить Ты что? Говорит, охренел Ободранец Ты знаешь, сколько эта бутылка стоит? Спокойно Еще 2 штуки баксов сверху Мужик такой Начинает успокаиваться Да, в принципе, нормально Ящик еще такого куплю Еду, вот, едут Ну тут бомж вообще в себя поверил Говорит, мужик Может, еще стеснешь у меня? Да ты охренел, что ли? Подожди 5000 баксов сверху Мужик такой Да блин, ну в принципе, что? Качка в кламп катанная За гаражи заедем Нормально, в принципе Деньги не лишние Десятка упадет Все, заезжает во дворы Начинает у бомжа сосать Бомж садит Давай Давай Загоняй меня в долги Ну нормально Так Внимание Кто съел историю болезни Чтобы пойти в армию? Кто занял первое место На соревновании дураков? Кто забыл таблицу умножения? Итак Илья Начинаем голосовать С Виталия Илюх Извини Илья Нет к тебе Обухов Погнали Виталий Тоже прости Хорошо Виталий Ну вот Ну у меня все просто Я тебя люблю Как брата Как друга Как Он начал копать За меня еще давно Нет, недавно Я против тебя Всего одну Синю метку Выставил Но сейчас Выставлю вторую Голубые метки Та-да-дам-та-там Тебе видней Спасибо Ну что, друзья Сейчас у нас два человека Они рассказывают По одному анекдоту Далее Далее Вы голосуете За того, кто Выбывает Начинал Виталий Ну давайте В финальном раунде Начнет у нас Алексей Владимиров Давай Уф А что ты Девять тысяч на кону Я считаю, что нормально Всего девять Ты свою забрал Раз, два, три Семь Ладно, ладно Он считать умеет Он выиграет восемь Он выиграет восемь Сейчас русский язык Вспоминать Окей А что ты там 9 мая провел Считай Молодец Банк Кредитный отдел Приходит человек За кредитом Говорит Дайте мне, пожалуйста Кредит А вам на какие цели Его спрашивают Вот хочу Открыть Открыть гей-клуб Интересно И кто это интересно Туда у вас будет Ходить Ну пидоры всякие Вася Там Петя придет Мудаки, которые мне Кнопки в лифте поджигают Судьи футбольные придут Да кто туда не придет Вы знаете, извините Мы вам вынуждены Отказать В вашем кредите Жалко Но я все равно Его открою Вы тоже приходите Это Я бы сказал Редкий Короче, я люблю Такие анекдоты Я один раз приехал К своим сокоманникам Они работают Камеди Клаб Продакшн Они рассказали мне Любимый анекдот По вашей воле Он долгий Приготовьтесь Но Прекрасный Конец Да? Прости В общем Рабочий день Завод Все дело в Москве Происходит Мужик работает на заводе Говорит Блин, ну жизнь говно Устал уже Мочи нету Ладно Говорит Сегодня хоть зарплата А то в кармане 13 рублей Осталось Время 6 часов Он закрывает все станки Идет в бухгалтерию Говорит Нина Петровна Сегодня зарплата Пожалуйста Можно мне Ее получить А она говорит Пойми, что Этот Мой хороший До 4 часов Зарплату выдавали Все Говорит Только в понедельник Говорит У меня там 13 рублей В кармане Осталось Даже домой уехать Не на чем Он говорит Ну извини Только в понедельник Тут ее Пернедят Жизнь говно Конечно Прям вообще Говнище Полное Идет по трассе По дороге По МКАДу Материца Дождь еще пошел Говорит Да ну этого еще Не хватало Ну и так жизнь говно Еще дождь прошел Весь промок Подъезжает машина Останавливается Такой Автомобиль Без крыши Там две телки Невероятно Красивые Слушайте Вас как зовут Он говорит Меня Миша зовут Говорит Мишаня Поехали с нами Он такой Типа жизнь-то Налаживается Ну не так-то Все и как бы Плохо Он говорит Да я оборванец Все мне с вами ехать Говорит Садись Поехали Садиться к этим Телкам На кабриолете Едут все классно Говорит Мишаня Ты типа кушать хочешь Говорит Да у меня денег-то нет Останавливается Все Приезжает в Москва-Сити Дорогущий ресторан Его кормят За все платят Говорит Мишаня Поехали с нами в клуб Не против Типа время у тебя есть Он говорит Есть Едут в клуб Он говорит Блядь Какая жизнь-то крутая Говорит Не говно Не говно Жизь-то После клуба Все заканчивает дискотека Он говорит Поехали к нам домой У нас Говорит На этот Есть что там Покурить Выпить Приезжает туда Говорит Жизнь-то не говно Выпивает Употребляет наркотики Потом происходит Жесткий секс С двумя красотками Она говорит Утром просыпаются Он говорит Мишаня Поехали в ЦУМ Мы тебе вещи купим И в общем А то выглядишь Как-то как оборванец Он говорит Жизнь-то не говно Говорит Классно Одевают его в ЦУМе Дают еще бабок Ну типа Все давай Пока Остаются эти две телки дома Москва-Сити Он говорит Может быть Кашоту поедем в клуб Он говорит Да Надоело Все Жизнь говорит Конечно говно Вообще Одно и то же Вот одно и то же Происходит Говорит Может там К Славику съездим Что-нибудь Нюхнем Говорит Надоели эти Славики Жизнь говорит Однотипная Говно Конечно Скучно Может говорит Мишане Позвоним Вторая такая Думает А ты думаешь Он нас помнит Ты думаешь Он нас помнит Итак Друзья Прямо сейчас Мы решим Кто же Выиграет Простите Мне 9000 рублей Штукарь еще один мой Я напоминаю Что барбекю салон Пикник Это несколько десятков Грилей Тандыров Мангалов Лучшие мировые Российские производители Грамотные Доброжелательные Внимательные Консультанты Бесплатная сборка И доставка Адрес Академика Сахарова 11 Лучшая марка Грилей в мире Вебер Выбираешь гриль Выбирай Вебер Пикник Крупнейший Дилер Грилей Вебер На Урале Покупаешь гриль Покупай В пикнике Итак Внимание Парни Голосуем за того Кто вылетит На чьи беззнаниями Можно только посмеяться Кто чувствует себя в игре Как корова на льду Кто первый кандидат На выбывание Отчисление Увольнения Чьи залежи знаний Так велики Что в них Найти правильный ответ Просто невозможно Я Без голоса Но Здорово Да И начинаем голосовать С тебя С меня Ты красивый Ах ты шмам Оба анекдота Кстати были хорошими Хороши Каждый посмор Выбрать херовый анекдот Мы говорим Кто вылетает сейчас Да Кто вылетает Голосуем всегда Только за вылет Сейчас правда Сложный выбор Потому что Действительно Они были хорошими Этот я знал И другое прочтение Совершенно Был анекдота Леш Твой о чем напомнит Ты знаешь Я шучу Все нормально Все хорошо А вот Если бы разделить Метку Я бы ее оставил себе Еще раз себе Вручил Потому что я сегодня Говно объективно Вот Но глядя на Виталин бампер Который надо чинить Ну действительно Голос Алешу Голубой метки Леша Получает антиголос Спасибо А тут как раз Ну На полировку Ага Андрей Так ну что Долго разглагольствовать Не буду Оба анекдота Да действительно Друг друга стоят Да Вообще несправедливо Перебивать Андрея Стой Уходи Да абсолютно верно Не уходи Побудь со мною Да Алексею Метка Алексею Метка Отлично Саша Вот Теперь уходи Лешин анекдот Мне очень понравился Он такой Остро-социальный Такой Знаете Мне по крайней мере Так оказалось Вот Но Паша Воля Паша Воля Мне тоже очень нравится Понимаете Поэтому анекдот Любимый Паша Воля Пускай сегодня Последит Отлично Итак Алексею Владимирову Третья метка Сём Ну давайте Разбавим Хоть чуть-чуть Виталю Дадим Вот так у нас Все и голосуют У нас голосуют 146 процентов Нет Нет У нас не так Голос 46 Сашка Я без микрофона Поэтому я молчаю Лехи Отлично Лехи Говори Не говори Но все равно Как бы я готовил Эту подводку Когда ты начал рассказывать Анекдот свой Думал Что ты там тоже Должен быть В этом клубе Но все-таки Твой анекдот Меня повеселил Больше Поэтому Виталик Что ты таки Имел ввиду Ну что У нас есть победитель Да Друзья мои Барбекю Салон Пикник Рекомендует вам Лучшие грили Сейчас мы все поедим А я поздравляю Новичка Сделавшего Все Спасибо Виталий Бота Заслуженно Забирай бабло Я хочу Я хочу прокомментировать Я зря пересел С этого места И зря Виталя Отпустил туда Есть два правила Есть два правила Обычно Крупье Который раздает Метки Какой-то кэшбэк Прилетает от победителя И Все остальные Естественно Оплачивают Всем ужин Сегодня А да У нас был такой Но это был Андрей Он оплатил Крупье Передайте Да Так что зря Приезжала Я говорю огромное спасибо Во-первых Этому замечательному заведению А во-вторых Вы сейчас увидите Какие кайфушные вещи Получаются На грилях Вебер От салона Пикник Пойдемте Пойдемте Заходите Заходите Смотрите Вау Вот это кайф И все это Все это Если вы настоящий мужик Любите хорошее мясо Вам обязательно Обязательно Нужно зайти В салон Пикник Вот здесь Вот здесь адрес Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!